всем привет все чего вот не получается за часто видео снимать потому что на работе сейчас переехал же другой регион и с 8 до 5 работаю короче после работы есть домашние дела не всегда успеваю на выходных тут людей куча толком не половишь бензина нет ну по крайней мере в дефиците чтоб ездить это и сейчас я в режиме экономии живу то есть поездить нигде толком не могу а насчет такое зашел заспелась короче сегодня добрые люди мне спасибо привезли с нашей территории ездили эвакуировать какие-то вещи я попросил привезли мне мой мормышинг мою сумочку флагманскую там в этой сумочке было как раз приманки и под мормышинг и мормышки грузы ну короче сегодня будем пробовать на мормышинг что-то поймать не знаю что получится везде ветер ищу подветренную сторону сейчас кое-что нашел ну такое все равно я буду пробовать цветами гуляй играть может что-то и и надыбаем снасть 05 ну короче 500 это 0 полутысячная катушка 003 нитка фирму не помню ну ну нитка конечно можно ставить нанофил тоже хорошо себя зарекомендовал ну и оставлю нитку чувствительность лучше нанофила есть все-таки растяжимость вы вылет у него конечно получше нанофил можно взять 002 ухты нашу такое на сходик был бросая метров на 15 на 20 в принципе дальше не надо да и вообще на мормышинг сильно далеко смысла нет бросать бровочку ближнюю облавливаем белая рыба вся сейчас по бровке окунек тоже ближе к бровке рядом с белой рыбкой крутится катушка селик рубин пол тысячи палка все это бюджетное все это относительно конечно надо джигу относительно недорогая снасть я же уже говорил о что я ее брал на пробу эту рыбалку только пару лет как осваиваю ловил я леща ловил красноперку плотву густеру неплохо ловил попадал я именно на это дело луку естественно вездесущий на такое дело клюет палочка бред фиш от 0 2 от 0 2 до 2 грамм длина метр семьдесят два ну короче как-то так мормышка 1 грамм цветная глазик и туго 1 дюймовая силиконка съедобная сейчас поставил цвет коричневый или масло сейчас буду наверно осветляться потому что вода тут мутновато будем пробовать чуть-чуть посветлей что-то ставить мы будем искать здесь наверное скорее всего за ветер утихнет перейдем туда на течение на глубину там конечно можно и леща поискать здесь в расчете на нерестовую рыбу сюда я тоже думаю что-то хорошенькое могло зайти карасика можно надыбать окунь тут точно есть уже была одна поклевка неплохой опыт и скорее всего надо поменять поменять цвет мы сейчас будем играться цвета все смотрим что получится то получится вот такая мормышечка может сейчас поставлю ножи головку граммовую есть граммовая есть 2 граммовая или по моему полтора не граммовой 2 граммовыми есть головочки будем что-то что-то попробуем сейчас ну и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мелкие окуняши только как люют. Больше ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА кто-то был непонятно может окунь хорошая но вроде как похоже на белую рыбу потому что прижала так без удано тоже без удара без рывков без шатания головы просто придавило может какой-то карасик что-то непонятно ветер мешает конечно для мормышенко ветер это самый злейший враг еще сейчас там есть одно место подветренная сторона там миляк там можно будет что-то поискать сейчас туда наверно и переедем ты хорошая кунящик был ближе к берегу раз мы тут надыбаем надо конечно наверное силикончик какой-нибудь поярче поставить я поставил масло тут вода мутноватая попробую что-то поярче поставить ногой какой небольшой но уже так с ладошку только что был это уже лучше чем там на глубине плевал мелкий попасть бы на нормальный выход ветер ветер не дает не дает вообще вроде нашел почти подветренную сторону ну почти я не сказал что она подветренная чуть-чуть боковой но лучше варианта сегодня нету целый день была тихая погодка провожу в толще воды наверно сантиметров 15-20 от 1 иногда приостанавливаюсь вожу еще но и опять начинаю проводку такой цвет сейчас попробую кислотный кардинально поменять а потом уже будем плясать есть у меня это ближе туда ближе туда цвета ближе к маслу есть ближе к кислотному ну такой зеленоватый жду пока не слежит на дно метра два здесь есть и потихонечку под одном мормышем принципе та же самая зимняя балалайка только только летом и при помощи спина берет всю рыбу все зависит конечно от проводки как вы проведете но это и отвезение как вам повезет без этого никуда найти блоку не активного какую-то стоечку хорошую найти и можно было бы попробовать вот туда под эти коряшки переоснастил я на громовую попробую ну с крючком и попробую поставить вот такой цвет даже не знаешь это за цвет натуралки приближенная что-то прозрачная может на такую как как сопля какая-то я попробую грамм если что-то не так то попробуй 2 грамм маловато на все-таки 2 1 сейчас несколько забросов и будем пробовать 2 грамма 2 грамма как бы многовато на полтора граммовую не могу найти а добавлять зажимной грузик мне очень хочется пока на граммовую легенькую покидаем окуня чик такой уже без молока от нерестился вот на 2 граммах тут правая глубина тут один грамм можно очень долго ждать падение и клюет только на масло вот перестал несколько цветов не было ни одной поклёвки она масло поклёвочка поклёвка на бровке конечно зайти бы на бровочку там знаю болото но сейчас попробую мелкий окунек что-то крупный не попадается сейчас может найдем что тут мы завернулись как-то он он за он 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Был удар ДимаTorzok 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 чуть помягче но сразу в сторону и под камень у рыба была точно да конечно камней такие вот такие матросики хорошего ничего то было два удара у меня сегодня было хороших такой человек вот а кто-то в грузик сейчас еще два места короче откидаю в принципе первая рыбалка здесь на мормышинг картинку я себе уже составил для самого больше поклевок было где были хорошие удары я как бы уже понимаю это можно сказать очередная разведка когда я начну уже полноценные видео снимать я не знаю ну пока не закончу с разведкой щукук найти на выходные наверно по рыбачим на поплавок единственная проблема червем навозным где его где его взять тут он за палки при на 5 что не спал чья-то снасть непонятная ладно пойдем в другое место ну да хорошо это приятно что откусил до откусил кусочек ну да пол килограмма точно я весы с собой не брал неплохо ударил окунячик и сразу сошел что-то не хватает ему или груз тяжелый на грамм надо перейти ну не могу перейти из-за ветра напротив ветра бросать граммовый груз вообще не летит метров 20 но наверно грубоватая сна для окуня сегодня если бы он был активный конечно можно и 5 и 10 ставить но он пассивный один окунь с места это не рыбалка ну ну хоть так встретил сегодня рыбака такого грамотного пообщался я раньше не замечал что тут развита так рыбалка я приезжал сюда со своими снастями там 5-10 лет назад люди с меня смеялись не понимали что такое инжиг сейчас смотрю молодцы можно и пообщаться и даже даже поучиться кое в чем конечно у них здесь рыбалка сложная таких глубинах двухметровых ловить судака можно но но сложно не то что сложно не комфортно обрывов почти практически нет от сколько я проджигал такого чтоб там стена обрыв вот как как на павлополе такого нет таких перепадов хороших но все равно ловят молодцы и правильно ловят и снасти правильные и рыбаки правильные дай бог и выпускают рыбу это тоже мне очень радует это конечно большой плюс плюс уважения таким рыбакам я испытываю переживают за будущее поколение молодцы все сейчас еще несколько забросов выставлю я это видео может быть конечно в комментариях напишите что ничего интересного но опять же это мармышинговая разведка я здесь на мармышинг никогда не ловил даже понятия не имея ну в принципе пару поклевок было таких серьезных я не знаю кто это это могла в принципе такую поклевку сделать и 200 граммовая щучка все таки микроджиг это чувствительность в разы на такой рыбе это все равно что на полноценную палку килограмма два щука ударит ну все равно для для этой снасти пару ударов было неплохих я не могу сказать кто это было каких размеров ну не мелочь это точно еще в одном месте сейчас покидаю и будем прощаться в принципе понятная рыбалка леща я не нашел у меня сегодня принципе была цель я вот зажжу потом пару раз на джиг цеплял лещей скорее всего я так думаю а может быть я ошибся может это была стайка карпика толстолоба горят здесь мало ну и толстолоб так близко к берегу не подойдет так близко к берегу основном лещ подходит хотя и карпа так драл получалось у меня за задницу под самым берегом по бровочке но это вообще рядом с берега я думаю что это лещ выходит на нерест греется и скорее всего что я на стайку леща попал я вот это рассчитывал сегодня может он на 5 подойдет и соблазнить его на мормышку кидал пол гормовой мормышкой аккуратненько проводил и по дну волочил ну нет поклевок крупная рыба в основном окунёк ёрш такое я же говорю пару ударов какой-то рыбы непонятно здесь кто-то выходит наверх или плотва хорошая ну скорее всего ну что-то она не клюет я думал может попробовать в толще воды провести не заглубляться до дна может быть и такой вариант в принципе сейчас попробую сейчас где-то на пол воды я веду можно попробовать на пол воды может кто-то и позарится работало цвет масла работал сегодня другие цвета кислоту ставил то тоже ну ничего глухо масло работало не знаю как со звуком будет из-за этого ветра сейчас ветер дует наверно выключусь еще в одном месте пару раз кину что-то я его мне оно кажется перспективным вот только пришел первый заброс сразу клюнул окунёк сразу сходу и вот уже раз пять кидаю ни одной поклёвки и вот так вот сегодня было все время ну рыбачила я два часа недолго я же говорю это всего лишь разведка для меня в принципе все понятно на сегодняшний день окуня здесь отловиться можно ну окунь в принципе да окунь уже должен начать жировать ну может еще неделька две погоды нет прохладная весна в этом году может будет с запозданием но обычно перед тем как тополь начинает да что такое начинает кидать пух окунь уже живет на полную а тополь уже видно вот-вот пух должен полететь два-три дня жары то есть окунь должен клевать короче на этом все порвал я последнюю свою снасть на сегодня хватит три обрыва как-то уже желание пропало в общем на этом все еще чего вот пишите комменты такая рыбалка показывает то что есть следующая рыбалка скорее всего опять же будет по белой рыбе попробуем раздобыть червя если червя за завтра не раздобуду послезавтра ну что то да пойдем хищника искать а если раздобуду червя то не знаю как это сделать в селе было бы проще здесь не знаю короче все всем не хвостаем чешуи половил я окуня тандочкой сейчас покажу свой набор что вам было понятно на что на какие танды я ловлю дюймовый размер вот такой цвет такой цвет ну короче все цвета зелененькие если видите ну опять же самый ходовой цвет сегодня что работал и обычно что работает это это масло дюймовая танды если кому-то интересно такая рыбалка ну без поклевок вы не уйдете никогда конечно рыба в разы меньше чем хотелось бы ну иногда попадается у меня на канале есть ловля леща на эту приманку на эту снасть лещ такой 800 грамм ну хороший лещ плотву я там ловил красноперку неплохо ловил есть видео ну окунь понятное дело тоже много видео по окуню по этой снасти но эта снасть для меня новая как бы пробовал и такое и такое этот спиннинг покупался для розыгрыша я его по любому разыграю просто сейчас такой нормальный он мормышный такой он наверное парабола полная строй ну да парабола он двинается до самой рукояти ну а так ничего мощный нормальный как мощный вытянуть его можно любую как бы вся нагрузка на катушку я жду рукояти гнется его сломать как бы только можно с дурной головы а так потихоньку не спеша можно его и трешку вытянуть и ну больше навряд ли просто не хватит времени и терпения а до трешки можно с ним гуляться особенно с лодки с берега не знаю а с лодки рыбой управлять легче можно вокруг себя водить берегов нет ну короче я его разыграю по любому сейчас просто война не могу я себе сейчас позволить в режиме экономии живу не могу позволить себе купить то что я хочу чтобы этот вам разыграть подарить добросовестными активным подписчикам но я по любому подарю так как он есть с 003 ниточкой с катушкой для обучения хватит потом передарить и купите себе нормальную снасть я расскажу когда его разыграю будет новый спиннинг будет обзор но это будет однозначно не crazy fish потому что я его пробовал у меня он как-то ну я не сказал что плохой но я я пробовал просто другие спиннинги американские названия просто забыл вспомнил расскажу они конечно получше конечно и цена повыше ну и чуйка получше и забросы подальше у меня я нацелился на тот спиннинг но это будет позже я надеюсь скоро все всем пока не хвастань чешуи чучу омут я с вами ждем следующую рыбалку на выходных по любому какая-то рыбалка будет я думаю что будет нормальная полноценная рыбалка все пока все пока а